Уважаемые коллеги, необходимость разработки этого курса обусловлена повышением требований к качеству и эффективности учебного процесса. Одним из способов обеспечения таких требований является активное применение средств поддержки образовательного процесса, в том числе технологий создания и организации применения видео лекций или учебного видео. Однако на практике, как мы знаем, этот вопрос проработан недостаточно и вызывает трудности. Не существует единых стандартов, методик и технологий по данному вопросу. Целью этой лекции является изучение опыта по созданию учебного видео для студентов. В ходе этого занятия мы решим с вами следующие задачи. Постараться получить общее представление об истории создания видео лекций. Научиться выделять главное в процессе их создания. Изучить передовой опыт по данному вопросу. И научиться формулировать основные требования по созданию видео лекций в образовательном процессе. После завершения этого видео занятия вы сможете приступить к изучению технологии создания видеоматериалов по своим предметам. И в последующем сможете создавать их сами. Хочу сразу отметить, что моя точка зрения на тот или иной пример учебных видеоматериалов, которые мы вместе с вами будем сейчас смотреть, может не совпасть с чьим-то мнением. Но это не страшно. И я хотел бы, чтобы вы высказались в нашем форуме по этому важному вопросу. В ходе этого занятия я буду говорить и показывать на экране то, что я хотел бы рассмотреть вместе с вами. Вы обратите внимание на то, что все действия на моем компьютере, в том числе и движения указателя мышки, вы будете видеть так, как будто вы находитесь рядом со мной. Используемая мной техника ведения этой лекции будет детально рассмотрена в следующем нашем занятии. Но уже сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, как я организовал структуру элементов этой видео лекции. Элемент первый. Меня как лектора постоянно видно на экране. Постоянный показ говорящего на экране. Такое мое предложение вызвано тем обстоятельством, что показ лектора с одной стороны важен для создания эффекта присутствия, с другой стороны основная визуальная часть направлена на показ или иллюстрацию по теме этой лекции. При этом размер экрана моей камеры занимает незначительную часть, примерно 15% площади экрана, так как большая часть экрана будет включать название излагаемого вопроса, примерно 20% экрана, и иллюстрацию самого излагаемого вопроса, около 65% экрана. Такая структура элементов видео лекции, как мы убедимся в дальнейшем, не является единственной. Однако она, на мой взгляд, наиболее полно отвечает целой серии противоречивых требований. Например, требования наглядности, экономичности. На мой взгляд, такая технология не требует значительных трудозатрат, специальной техники и персонала. Достаточно лектору иметь обычный ноутбук с видеокамерой и микрофоном. И требования универсальности, поскольку может такая технология применяться по любым предметам. Итак, мы начинаем с вами первый вопрос. Общее представление об истории создания видео лекций. Давайте обратимся к истории создания учебного видео на примере учебного фильма «Дидактические возможности учебного кино». Сам фильм можно просмотреть в свободном доступе на сайте Сибирского федерального университета в рубрике «Учебные фильмы» в категории «Народное образование. Педагогика». Откроем этот фильм. Дата изготовления фильма 1980 год. В фильме рассказывается о плюсах использования кинематографа в обучении, таких как почти абсолютная реализация принципа наглядности, документальность и достоверность кинематографической информации, динамизм к киноизображению. Кликнем по треугольнику. Начнется просмотр фильма. Обратим внимание, что мы можем остановить и возобновить просмотр, изменить громкое звучание фильма, развернуть просмотр во весь экран, но педагоги почти сразу поняли, кинематограф должен прийти в учебные аудитории. Какие же качества кино привлекли внимание педагогов? Если мы просмотрим этот фильм до конца, то можем сделать следующие важные для нас выводы. Авторский голос звучит за кадром, лица диктора не видно. Фильм сделан методом монтажа из согласованных по смыслу музыкальных, аудио и видео фрагментов, текстовых и графических заставок, что на сегодня возможно выполнять своими силами без привлечения значительных ресурсов. Учебное видео иллюстрирует нам реализацию таких методов обучения, как программируемое, индивидуальное, адаптивное обучение, динамические возможности по анализу и синтезу фактов, процессов, явлений, пользуются обширным арсеналом выразительных средств от натурных кадров и мультипликации до комплекса слова и изображения. Такое обучение является еще и воспитательным. Вот такая иллюстрация возможностей учебного видео. Вот так можно перемещаться по времени просмотра. Система приобретает видники статичность. Теперь же он научился видеть, анализировать реакции детей на необычные раздражители. Трияна. Тело, как видим, может быть средством программированного обучения. Система этого элемента. В системе ученик-программа осуществляется важный дидактический принцип индивидуального и адаптивного обучения. Оно обладает большими возможностями по анализу и синтезу фактов, процессов, явлений. Современное дидактическое средство. Напоминаю, что год изготовления этого учебного фильма 1980-й. То есть актуальность данного фильма сохраняется и в наши дни. Сейчас я увеличу тенд-пречи для того, чтобы вы смогли сами оценить, насколько он влияет на ваше восприятие. Второй вопрос. Выделение главного в процессе создания видео-лекций. Умение выделить главное и второстепенное важно в любой работе. Очень часто от коллег приходится слышать следующее высказывание о трудностях создания видео-лекций. Наиболее часто говорят о нарушении защиты авторских прав, интеллектуальной собственности при создании любых учебных материалов и их публикаций. На самом деле, интеллектуальная собственность закрепляется за автором автоматически, если на экране виден сам автор. Права на такие учебные материалы, как мы понимаем, принадлежат учебному заведению, как работодателю. Это прописывается в трудовом договоре. Теоретически можно автору продавать свои учебные материалы, но нужно особо говорить процесс использования учебных материалов. Просмотр учебного видео на сайте Центра дистанционного обучения организуется только для студентов определенной учебной группы, с исключением возможности его скачивания или несанкционированного просмотра. То есть это вопрос не главный и проблемой не является. Следующая мнимая трудность – это трудоемкость создания учебного видео. С одной стороны, создание видео-лекции и чтение обычной лекции сильно отличаются. Однако норматив нагрузки к учебной по созданию видео-лекции учитывает это примерно как один в десяти. С другой стороны, часто высказывается мнение о необходимости иметь специальную аппаратуру, программные средства и специалистов видеомонтажа. В действительности это не так сложно, и обучить среднего пользователя видеомонтажу можно в течение 20 минут. Этим могут заниматься обычные сотрудники центра дистанционного обучения. Также часто поднимается вопрос о телегеничности лектора. Однако практика ведения любой лекции говорит о том, что на самом деле главным для лектора является не столько, как он выглядит, а то, насколько он, во-первых, владеет материалом, и во-вторых, умеет его изложить. Вот эти два условия являются действительно необходимыми и в то же время главными препятствиями для создания качественного учебного фильма. Давайте перейдем к рассмотрению третьего вопроса – изучение передового опыта по вопросу создания видео-лекции. Причем не просто рассмотреть. Для нас будет очень важным его практическое освоение для своей учебной дисциплины. Для изучения этого вопроса желательно воспользоваться разделом нашего курса «Наиболее интересные примеры, демонстрирующие методику и технологию создания видео-лекций». Просмотрите, пожалуйста, эти ссылки. Сформулируйте свое собственное впечатление. Как вы увидите, некоторые фрагменты вызовут у вас очень благоприятные впечатления, иногда не очень. Попробуйте их сформулировать на форуме нашего курса. Мое мнение о возможности создания видео-лекции по моему предмету. Исходя из моего анализа, просмотренных этих и других материалов, я хотел бы выделить два существенных момента в работе преподавателя. Момент первый. Эффективность затраченного труда. Ее надо рассматривать с определения количества видео-лекций и продолжительности каждой из них. Такого норматива в природе не существует. Но для каждого лектора может быть определен свой личный норматив, выполнение которого был бы заинтересован сам автор. Так вот, чтобы у преподавателя возникла мотивация по созданию видео-лекций, необходимо обеспечить превышение объема получаемых результатов над его трудозатратами. Я бы назвал это золотым правилом успеха видео-лекций. Начнем с результатов и рассмотрим только основные и только в общих чертах. Возможный результат первый. Авторам электронных изданий предлагается возможность зарегистрировать разработанные учебные ресурсы в научно-техническом центре «Информрегистр», который в соответствии с федеральным законом об обязательном экземпляре документов выполняет функции федерального депозитария электронных изданий. Второй возможный результат – это то, что разработчик учебного курса может получить для своего учебного пособия гриф «УМО». Такой гриф присваивается в том числе и электронным изданиям для обучения по дисциплинам, установленным примерно и основной образовательной программе, установленным ГОСВПО, установленным образовательным стандартам, утвержденным университетом, имеющим право на реализацию образовательных программ на основе самостоятельно образовательных стандартов. И учебному такому изданию может быть присвоена категория «Электронный учебник» или «Электронное учебное пособие». Следующий возможный результат – это публикации в научно-электронной библиотеке e-library.ru Другой возможный результат – это весьма высокий коэффициент учета индивидуальной нагрузки преподавателя при создании видеолекций. Также возможна реализация или продажа электронных учебных пособий. Следующий результат – чисто практический, это один раз подготовленная лекция, может использоваться преподавателем на занятии как вспомогательный материал, что облегчает его работу на занятии, и другие результаты, в том числе и выполнение учебных пособий по договорам, в частности, для Центра дистанционного обучения. Каждый из этих результатов мы можем обсудить также на нашем форуме моё мнение о возможностях создания видеолекций по моему предмету. Теперь рассмотрим трудозатраты. Разумнее всего исходить из характера предмета, формы обучения, очная, заочная, и уже имеющихся в распоряжении у студентов учебных ресурсов. Это текстовые лекции, учебники, методические пособия и так далее. На мой взгляд, для любой формы и технологии обучения, имеется в виду традиционное, дистанционное, так вот, достаточно иметь несколько наиболее важных лекций, причём по наиболее сложным темам, каждый из которых может длиться столько, сколько посчитает сам преподаватель. Не обязательно дублировать полностью свой курс или учебное пособие в этой видеолекции. То есть это может быть какой-то короткий обобщающий материал. Главное это изложить в записи то, что исходя из опыта, тяжелее всего даётся студентам. Какие-то основные, базовые, наиболее сложные разделы. В этом случае можно рассчитывать на то, что студент получит возможность досконально изучить такой материал, а преподаватель может не только использовать такие учебные фильмы на своих занятиях, но и рассчитывать на более глубокое освоение учебного материала студентами. Детальное обсуждение эффективности создания видеолекций по критерию затраты-результаты также лучше обсуждать для каждого отдельного случая отдельно. Но в целом, для подготовленного лектора такая работа будет являться высокоэффективной. Момент второй. Психологический. Волнение перед камерой. Оно может быть в значительной степени снято, если у вас перед глазами будет находиться текст или опорный конспект лекции, который вы излагаете. Раскрою секрет Полишинеля. Нет ничего сложного говорить, глядя в камеру, если за ней находится нужный текст. В этом случае создается ощущение того, что лектор говорит в глаза слушателю без готового текста. Остается только с выражением его прочесть. И самое главное, помните, чтобы снять ваше волнение, ваше переживание, любую вашу видеозапись всегда можно перезаписать или записать по отдельным фрагментам. Переходим к завершающему четвертому вопросу. Основные требования по созданию видеолекции. Требований по созданию видеолекции в действительности немного. Давайте их рассмотрим. От понимания этих требований будет зависеть вся дальнейшая работа преподавателя. Требование первое, самое сложное, это техническое обеспечение. Так как все остальные требования знакомы каждому, кому приходилось читать лекции перед аудиторией. К техническому обеспечению следует отнести наличие компьютера, оснащенного видеокамерой и микрофоном. Это самое основное. Идеальным решением может быть ноутбук, в котором есть встроенная видеокамера и микрофон. При этом желательно иметь выход в интернет с достаточной скоростью. Понятие «достаточная скорость» мало что говорит, но для примера могу сказать, что эту видеолекцию, включая запись, монтаж и так далее, я подготовил в программе, которая полностью работает через интернет, так называемая работа через веб-интерфейс, без никаких дополнительно устанавливаемых программ. При этом для выхода в интернет я использовал беспроводной GSM-модем около 400 кбит в секунду скорость. В нашем университете имеется достаточный интернет во всех учебных корпусах. Также в техническую компоненту следует отнести наличие графического планшета, но для тех занятий, где необходимо что-либо писать руками, например, формулы по математике, химии, сопротивлению материалов и так далее. Такой планшет идеально заменяет доску и мел, а также мокрую тряпку и работает как обычная ручка. Второе условие – это программное обеспечение видеозаписи и монтажа. Я уже говорил об этом только что. Существует немало таких программ, но среди них я выбрал и предлагаю использовать ту, которую использую сейчас, в ходе этой видеолекции. Она лучше всего подходит по критерию цена-качество. Качество моей видеолекции вы можете оценить сами. Оно вполне приемлемое для использования как в аудитории при просмотре с помощью проектора, так и в локальной сети или через интернет, например, на сайте Центра дистанционного обучения. Подробное изложение техники работы с этой программой будет посвящено отдельное, на самом деле непродолжительное занятие, оно несложное. Отвечу только цену вопроса. Эта программа имеет бесплатную лицензию, в этом случае при просмотре будет виден логотип компании, или платная коммерческая лицензия, которая стоит всего около 10 долларов в год. Это небольшая сумма. Обе лицензии дают право на использование создаваемых видеолекций на усмотрение автора. При этом сама видеолекция может сохраняться на любой носитель, например, флешка, CD или DVD, хотя я считаю, что это все вчерашний день. Так и размещаться может такая лекция, как электронная публикация в сети. В нашем случае мы подчеркиваем на сам факт закрытого, защищенного размещения учебных материалов на веб-страницах преподавателей без возможности скачивания через интернет. Третий момент. Это содержательное и методическое обеспечение лекций. Это требование должно быть ориентировано на государственный стандарт только. Что понимается под этим требованием, я останавливаться не буду. Четвертое требование. Это освещенность помещения, в котором ведется видеозапись. Для обеспечения этого условия иногда бывает достаточно ограничиться настольной лампой. Пятое условие. Если вы ведете запись в ходе реальной лекции в аудитории, такой вариант вполне приемлем для опытных лекторов, то тут есть два условия. Если вы уже владеете техникой записи своего занятия, как это делаю я лично, о чем я расскажу в следующем занятии, то вам потребуется ноутбук и интернет. Больше ничего. А также, возможно, графический планшет при необходимости. Если вы еще не готовы сами себя записывать, то достаточно привлечь одного помощника. Это можно поручить и студенту, у которого должна быть хотя бы обычная, непрофессиональная видеокамера на штативе, чтобы изображение было стабильным. Ваш помощник также должен перемещать объектив камеры в то место, где вы находитесь. Например, если пишете на доске мела. Если вы используете презентационный материал в ходе своего занятия, то его лучше всего добавить на вашу видеозапись методом видеомонтажа. Теперь вы знаете, кому можно обратиться по этому вопросу. Уважаемые коллеги, мы рассмотрели основные требования по созданию видеолекций. Есть и другие, связанные, например, с тем, как в свою лекцию добавить графику, звук, анимацию, видеофрагменты, которых, кстати, есть немало в интернете, их можно использовать. Но это уже совсем другая тема. Как это сделать практически, мы поговорим с вами на нашей следующей лекции. В заключении мы можем подвести следующие выводы. История создания видеолекций начинается с появления кинематографии. Включает в себя многочисленные примеры, которые актуальны и в наше время, и мы можем их применять. Главным в процессе создания видеолекций является владение своим предметом и умение его грамотно изложить. Передовой опыт создания видеолекций дает основания полагать о том, что наши сотрудники также могут создавать собственные учебные фильмы и с успехом их применять в учебном процессе, не предлагая значительных усилий и ресурсов. В нашем ВУЗе имеются все основные условия по созданию видеолекций в образовательном процессе. Вопросы, связанные с мотивацией сотрудников, нами детально не рассматривались. Но, вероятно, этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, которое выходит за рамки этого занятия, и мы можем его продолжить дальше. Теперь вы готовы перейти к следующей лекции «Технологии создания видеолекций по предмету». В этой лекции вы не только практически освоите весь процесс создания видеолекций, но и ознакомитесь с моей практикой проведения лекций в режиме самозаписи, то есть записи реальных занятий по различным учебным дисциплинам ВПО без привлечения помощников. Спасибо за внимание. Жду ваших отзывов на форуме этого курса.